Добрый день, Михаил. Хорошо. Это слово для каждого из нас означает что-то свое. И что-то свое подразумевает под собой. Для кого-то хорошо, это когда ты занимаешься своим делом. Ты в свободное время танцуешь, поешь, играешь на каких-то музыкальных инструментах или просто спускаешься за снежных альп, или бороздишь просторы, моря, океаны и так далее. Для меня, конечно, это все тоже немаловажно, но одно из моих увлечений – это военная археология. Меня зовут Дима, мне 18 лет, и я уже более 10 лет, с самого малого возраста, занимаюсь военной археологией со своим отцом. Мы вместе с поисковым отрядом ищем погибших в Великую Отечественную войну солдат, как наших, так и немецких солдат. И это действительно дело, с которым я связал всю свою жизнь. И мне это очень интересно. Сейчас мы находимся, я решил немножко выделиться ото всех, все как-то больше, где-то снимая дома или в каких-то студиях, я решил сделать это все в лесу, в Сосновом лесу, в Калужской области. Мы сейчас находимся на немецкой линии обороны, которую как раз-то и брали наши солдаты. Очень интересное место, пропитанное энергетикой боев и тех вообще времен. Я считаю, что эта история не просто моей семьи, моего народа, это история всего мира. Великая Отечественная война или Вторая мировая война, она затронула почти всех. Поэтому я считаю, это интересно и это то, чем я могу гордиться. Мы находим огромное количество разных личных вещей солдат, остатки какого-то, какого-то снаряжения. Да и просто находим самих солдат, которые не вернулись с войны и навсегда остались без вести пропавшими. Но мы пытаемся вернуть их с войны. Но иногда находятся какие-то интересные находки, которые после перерываются в музей, либо как-то хранятся где-то еще. Одной из таких находок была немецкая каска. Не то чтобы это очень редкий экспонат, но я думаю, так как у вас есть огромная коллекция разных шляп, Я думаю, вам будет интересен такой экземпляр вашей коллекции без всяких там пропаганды как каких-то сторонних тем. Просто вот, просто как вещь. Поэтому вот сейчас смотрите видео, как мы буквально несколько недель назад поднимали одну из таких касс, которую хотим отреставрировать и подарить вам. В общем, сигнальчик был. Сначала попался такой, такая батарейка. Потом резина какая-то пошла, и сейчас вроде как колпак. Сейчас его обкопаем. Сейчас все выдерну. Что-то есть в земле. Аккуратненько ее вытащим. Так, ну и что это у нас такое? Вот. Сейчас посмотрим. Вот там две ямки, получается. И... Непонятно, как пропали, то сигнал пригнулся. Да. Сейчас пускай будет. Здесь как бы на вершине, здесь как бы на водах. Чтоб быстрее уходить со склян. И выкопать. Да. 35, по-моему, да? Да. 35. Здесь хозяина. Осколок. А, с пулевым в лоб. Не с пулевым, а с осколочным. С колоком. И в голову. Ну, вот, сами видите, тут два покопа. А тут... Вопросом, что выкопать все всегда невозможно. Да, оп, от шлем. То есть она, видно, с хозяина слетела, она просто... Ну, либо с хозяина слетела, либо оставили. Палочку, палочку, палочку. Потому что здесь отстрела, и Максинского, и нашего, и Максинского, и немецкого. И мины, и головы, и снарядов обеих сторон. Ну, да, все в большом количестве. Да, пусть уже, честно говоря, да, остается копать сигналы все эти бильзы. Да, надоедать. Да, ради... Это может быть сигнал бильзы, а может быть, что-то будет интереснее. Покажи, как вынесен квадратик, как здесь. А вот, получается, да, блинчик. Это зимлянская, не блинчик. Ну, может, да, такой зимник. Ну, и вот, получается, овражик. Как раз такое естественное укрытие гансовское. Давай, я уберу лопату. Ты позвони, я пока почищу. Ну, смотри, я пока чуть выше подойду. И почищу. Фу. Ну, сегодня, в лице нашего друга местного, отстадок лихаборного бога, таким бойцом. Да. Да? Да. Ага, может, помойка? Как они, клаймер на месте. Красочка виднеется. В общем, друзья, я пока ее почищу, а вы затаите дыхание. В общем, сначала докопали ямку, попался еще такой провод, блиндажный немецкий, ну, телефонный он как раз. Ну, не суть. В общем, почистили каску немножко. Антураж в том, что внутри был вот такой осколок. И, ну, кожа все видно тут. Так, осталось кое-какие остатки роскоши. Но, самый прикол, что ему хорошо так влетело, и внутри остался вот этот осколок. Когда я вытряхал, я сначала думал, это какой-то кусок каски, но потом понял, что ничего подобного. Ну, это какие-то остатки кожи. Кожа, в принципе, более-менее на месте. Так, антуражненько. Ну, в общем, прикольненько так. Отмочиться, я думаю, и будет хорошо смотреться на полочке. Антуражно так. В общем, как-то так. Да. В общем, вот такие вот дела. Копаем дальше. Вот такая вот касочка. Мы ее отреставрируем. И, надеюсь, я все-таки вам сумею ее как-то передать. Сейчас мы находимся, как я уже и говорил, в Калужской области. И вот буквально одна из сегодняшних находок это личная вещь, которая была у каждого солдата вермахта, ну, просто у немцев. Это личный опознавательный жетон. Я тоже вставлю его немножко в это видео, и вы можете посмотреть. Вот, давайте посмотрим. Так, выпал сначала отстрел, да, немецкий? Да, какой-то там консервный банк. Что-то такое вот здесь. То ли помойка, то ли... Не понятно, что. Что там за кругляшок, давай, показывай. Подожди, я боюсь. Звенит все. Здесь корни. Поэтому страшно. Здесь что-то интересное, или, наоборот, неинтересное. Звенит все. Несколько гильз достал. Здесь корень, значит, корень не перерубить. Да ладно, не надо так. А так неудобно доставать. Ну, попробуй закинь сюда и... Сейчас давай, лучше попробуем сейчас там накидывать. Угу. Сигналы какие-то интересные. Перемешкает цветнины здесь. Чернуха. Работа кидает, может, на отвале. Ну, кругляшок-то там был, видел. Сейчас. Не просто так ты меня позвал. Это он в консервный банк тоже. Куски. Это будет огромное разочарование. Тут тылы были. Потом, в общем... Попадалась наградуха. И монетки интересные какие-то. Ну да, и наши личные вещи, и намески. Ну, как правило, в таких заплывших поле детей. Ты решил закопать, да? В телепомойках. Ты на счета... Ну, поэтому уже просто аккуратно стараюсь закопать. Чтобы это... Если что-то путаю, не повредить. Что-то по-моему, там врачи не навредит. Ну... Убегает. К реке. Так, не дожди. Это уже масло не вытащил. Сейчас. Надо не оставить. Это плато. Ну-ка, вот. Вот. Вот, вот, работа. Что-то есть, но маленькое уже. А вот. Сейчас, дожди, я тут уберу, вот эти гильзы. Насколько я помню, там было что-то... У меня там яичейки еще не докопаны. А, перегруз. Ну, давай. Сейчас, две сек. Я что-то видел, но не сглазить. Сглазить не надо. Так, я вот так ручками. Ну-ка, ручками. Ну, пипец, блин. У тебя здесь такая археология ручками. Ну, мы все любили с ним уже. Опа, 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 опа. Кругляшок тот самый. Опа, 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 опа. И яичку. Тихо, не дышите, не дышите, не дышите, не дышите. Господа. Так, делайте ставки. Ну, самый банальный, верно, с батальюна. Так, нет, стоп, стоп, стоп. Мох, мох, мох. Вот, видно, сразу любители житола. Тихо, тихо, тихо. Собиратели. Собиратель. Вот он, мох, вот он, мох. Ааа, цинковый. Ну, конечно, немножко ушел он. Ну, в песке тоже цинк уходит, но ничего. Сейчас мы его рассмотрим. Ух, смотри, какая текстовка. Вот земля в нем. Ух ты, это пулеметчик. Дмг. Да. Я пошел дальше копать. Ну, лопатой ты его цепанул так, но... Ну, довольно-таки прикольная вещь. К слову, это немецкий жетон. Который выдавался, который выдавался каждому бойцу и по которому можно было его опознать. Две половинки такие, лицевидные. Он ломался. Вот отец любит их собирать. Тут вот... У тебя первый жетон, да? Первый жетон. За 10 лет. Ну, довольно-таки прикольная штучка. Куски попадались, потому что он целый. Ну, да. На гранузке попадался. Ну, спанул, так подушел немножко. Ну, прикольная штучка. Музейчик пойдет. Не то, что пойдет, даже класс. Ну, что, копай, можешь там сброс. Копай, сигналы какие-то есть. В общем... В этом лесу на гранузку попадалось. Ну, да, здесь и по бойцам много. И видно, что какие-то потеряшки бежали. Реально был бой, перемешку наша, немецкая. И по ячейкам, как правило... Ну, да. А это, получается, четвертая рота. Бойцы по ячейкам прилижали. Пулеметного... Пулеметной роты. Четвертая пулеметная рота. Инфантерия и РЗАЗ батл. Ну, это пехотный запасной батальон. Ну, прикольно. Что, что специалисты? Хорошо, обычно банальная пехота. Подошел немножко за ним. Ну, в принципе. Ну, ладно. Будем снимать. Вот такой вот жетончик был. Довольно-таки интересный. Этот жетон пойдет в музей. Вот. Интересный экземпляр. В общем, что я хочу сказать своим видео. Да, я не пляшу, не пою. Не выделяюсь какими-то особыми талантами. Но для меня хорошо. Это значит побыть в кругу своих друзей, в кругу своих близких, которые меня поддерживают. Побыть на природе, подышать свежим воздухом. И именно постараться прикоснуться к истории моего народа, моей семьи. Я считаю, что это очень интересное дело. И вот как-то так. Спасибо, Михаил, огромное вам за ваши видео. Они предоставляют огромную информацию, полезную информацию. Ну, я смотрю. Всегда ставлю лайки. Потому что действительно это лайки не за то, что... За ваш труд. И за то, что вы действительно делаете для нас. Вот. Огромное вам спасибо. Ну и в конце... Хочется... Оу! Ну и в конце небольшой слайд-шоу по фотографиям личных вещей наших солдат. Личных вещей, которые были обнаружены при обнаружении советских солдат. Которых мы перезахоронили и у некоторых удалось найти их в прошлом. Спасибо всем за внимание. До свидания. Пока.